Подсистема и одноразовая электронная сигарета. Вроде бы два совершенно одинаковых устройства, похожих друг на друга, как две капли воды. Но при этом они имеют массу различий, о которых я вам сегодня и поведаю. Всем привет! Меня зовут Глеб, с вами Сигаретнетбай. И сегодня я расскажу вам про разницу между подсистемами и одноразовыми электронными сигаретами. Одноразовые сигареты из прошлого всем своим видом и конструктивом походили на егошки, которые практически вымерли. Современные же одноразки это уменьшенная версия подсистемы со многими плюсами и минусами, которые включают в себя любое современное устройство. При небольшом расходе жидкости крохотного аккумулятора может хватить на два дня умеренного парения. А огромный ассортимент жидкостей позволит приобрести вам одноразку как с любым вкусом, так и с практически любой крепостью, поскольку для них делают жидкости как никому неизвестные компании, так и премиум бренды. Но все же между одноразовыми электронными сигаретами и подсистемами существует огромная разница, о которой я вам сейчас и расскажу. Размеры. Оба типа очень маленькие. Да, среди подов встречаются модели, чьи размеры практически идентичны размерам классических бокс-модов. Но в основном это маленькие брусочки. Одноразки же в 100% случаев крохотные. В редких исключениях производители делают дизайн, который всем своим видом напоминает самую обыкновенную аналоговую сигарету. Но последние пару лет производители уходят от цилиндрической формы и переходят на самые разнообразные форматы. Следующий критерий это функционал. И здесь беззаговорочную победу одерживает подсистема. Поскольку подсистему можно зарядить, можно заменить картридж, в картридже можно заменить испаритель, картридж можно перезаправить. В большом количестве подсистем можно настроить мощность. И ни в коем случае нельзя забывать про такую подсистему, как Knight 80 от компании Smaunt, в которой можно делать все то же самое, что вы делаете на самых обычных модах. Кстати, не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, поскольку они очень сильно помогают развитию нашего канала. И следите за нашими соцсетями, все ссылки будут под видео в описании. Цена. В этой категории победу одерживает одноразовая электронная сигарета, поскольку вы ее приобрели, попарили два дня, она у вас села и вы ее выбросили без зазрения совести. Покупая же подсистему, вы неминуемо привязываетесь к расходникам от одного производителя. Кстати, на заметку, в нашей сети есть расходники для всех популярных подсистем. Ну и естественно, нельзя не учитывать тот факт, что если вы хотите отправиться на какой-то небольшой отдых, вам не нужно с собой брать подсистему, сменные картриджи, жидкости, салфетки и так далее. Вы можете приобрести себе всего 2-3 вот такие вот одноразовые электронные сигареты, закинуть их себе в сумку или в карман и налегке отправляться на отдых, поскольку их вам хватит на 2-3 дня парения. Но в остальном это два очень сильно похожих девайса. Одноразовую сигарету можно приобрести себе и положить в машину, либо оставить ее в офисе на тот случай, если вы забыли свое основное устройство. Кстати, мы сняли полноценное видео про одноразовые электронные сигареты, так что оно вот здесь вот сейчас вылетит. Можете его посмотреть, ну и ссылка на него будет в описании под видео. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.